Время, если люди с вами не согласны, это не значит, что они обязательно пятая колонна и враги? Конечно нет. Но это не значит, что нет таких людей, которые обслуживают иностранные интересы у нас в стране. Такие тоже есть. Это кто? Если они во внутреполитической борьбе используют, скажем, чужие деньги, деньги иностранных государств, и не брезгуют брать эти деньги. Но это делать всё сложнее и сложнее с помощью нашего государства. Вы знаете, да, может быть, внешнее сложнее, но это всегда возможно. И всегда найдутся там всякие обходные пути, как деньги получить и истратить на то, ради чего они даны. Конечно, это сегодняшнее, ну не сегодняшнее, а вчерашнее, позавчерашнее решение в этом смысле, ограничивающие использование средств иностранных государств для внутриполитической борьбы в России. Они как бы определённо заслоны ставят, но эти заслоны всегда обходятся. Но надо только затем внимательно следить. Ведь ни одно уважающееся государство не допускает, чтобы иностранные деньги использовались внутри страны для внутриполитической борьбы. Ну попробуйте вот это сделать где-нибудь в Штатах. Сразу за решётку сядете. Там жёстче, гораздо, гораздо жёстче структуры государственные, чем у нас. Внешне всё очень благообразно, всё демократично. Но как только до дела дойдёте, вот по таким позициям шансов нет никаких. У нас гораздо всё более либерально и всё можно. А вопросы, связанные с развитием демократии и так далее, они важны для нашего государства, так же, как и для любого другого государства. Мы должны понимать, что это не демократия ради демократии. Это демократия для народа, для того, чтобы люди жили лучше. Для того, чтобы реальный был доступ к рычагам управления страной. Чтобы мы не создавали условия для того, чтобы иностранные государства влияли на нашу политику в своих интересах. Делая нас слабее, подчиняя нас своей воле и рассчитывая на то, что надавив на нас изнутри, они могут решить какие-то свои там вопросы. Надавили нас на нас изнутри. Мы согласились по вопросам, по Сирии, мы согласились по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, по ближневосточному урегулированию. Или мы вообще свернули какие-то программы своей оборонной политики. Вот если эти инструменты, эти деньги используются... Это камешек в огород? Это вообще не в чей огород. Ни в какой ни в огород и ни камешек. Это просто разъяснение моей позиции. Вы меня спросили, я вот вам разъясняю, как я думаю. Если люди искренне заинтересованы в улучшении структуры управления, доступа граждан к органам власти, контроля общественности за деятельностью властных структур, правоохранительных, административных, каких угодно. Это абсолютно правильно и должно быть поддержано. И я всегда буду за это бороться. Но если я вижу, что это исключительно делается для того, чтобы кому-то понравиться за бугром, и использовать, и поплясать по чью-то музыку, и нас заставить, то, конечно, мы не будем этого делать. И, конечно, мы будем этому противодействовать.